МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор подчеркнул, перемены ни в коем случае не должны увеличить налоговую нагрузку. Затронули на встрече и другие вопросы. Например, инвестиции в регион. Даже в этом непростом году их объем увеличился на 10%. В 2021-м планируют расширить поддержку бизнеса. Средства направят на оплату первых взносов по лизингу, развитие кооперации и покупку нового оборудования. Кстати, в уходящем году помощь от государства края получили десятки тысяч организаций, пострадавших от коронавируса. По страдавшим отраслям попали более 38 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По нашей оценке, то, что у нас есть, у нас 98% получило поддержку со стороны государства. А в деньгах сколько? Значит, только прямая финансовая поддержка составила 2 миллиарда рублей. То есть в целом сумма поддержки составила порядка 8 миллиардов рублей. Большая часть обращений жителей Ставрополя на прямые линии губернатора должна быть выполнена. Проверять отчеты исполнителей, в том числе путем опроса заявителей, будет аппарат краевого правительства. Об этом говорил Владимир Владимиров на совещании с руководителями региональных министерств и ведомств. Оно прошло в режиме видеоконференц-связи. Как прозвучало, прямые линии доказали свою эффективность и необходима как инструмент обратной связи со ставропольцами. Эту практику продолжат и в следующем году. Всего в 2020-м состоялось 5 прямых линий губернатора. Поступило больше тысячи различных обращений. По результатам мониторинга сентябрьской прямой линии, выполнение почти половины поручений ставропольцы оценили на отлично или хорошо. Кроме того, губернатор потребовал обращать особое внимание на качество подготовки ответов заявителей. Они должны быть четкими и понятными. По поводу, сразу хочу сказать, детских площадок, небольших ремонтов, особенно в сельской местности. Если кто-то не хочет этого делать, то поверьте, уважаемые главы, вы совершенно не правы. У вас есть программа местных инициатив. Мы каждый год довели уже до 400 миллионов. Не в этом, так в следующем году можно сделать любое мероприятие. Лишь только надо взять ответственность на себя. В Благодарном близится к завершению капитальный ремонт местного дома культуры. В здании уже провели электромонтажные работы, смонтировали систему пожарной сигнализации, а также провели внутреннюю отделку помещений. До конца года в ДК закупят современное оборудование и новые кресла. Реконструкция ведется в рамках краевой госпрограммы сохранения и развития культуры. Новый маслозавод построит Солнечнодольский из Обилинского округа. Там будут выпускать рафинированные, нерафинированные и дезодорированные масла из семян подсолнечника. Производственная мощность предприятия составит 150 тонн сырья в сутки. Уже идут работы по подведению необходимых коммуникаций к месту будущего объекта. В хуторе Дыдымкин Курского округа преобразился детский сад «Василек». Специалисты привели в порядок систему водоснабжения, заменили старый отопительный котел, а во дворе обустроили тротуарные дорожки. Ремонт прошел в рамках муниципальной программы развития образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова